Если честно, это кошмар какой-то. Я где нахожусь? Центральная городская ярмарка, торговые ряды, ярмарк, прямо напротив, павильон номер 8. Что здесь продается? Здесь продается рыба, качественная, вкусная и замечательная рыба по весьма интересной и оптовой цене. То есть, если вы хотите взять что-то подешевле, я вам честно говорю, вам не стоит ехать на зеленый рынок, туда чуть дальше. Там все как-то очень странно работает. Когда люди готовы вам что-то предоставить, я бы сказал, работайте постоянно, а то туда приезжаешь в 6 часов вечера, ничего купить уже не можешь. Но здесь вы всегда можете купить то, что вам нужно. Свежую, вкусную и даже абсолютно живую рыбу. Не видели? А мы зайдем, вы посмотрите, как все это дело организовано. Чем мне нравится Центральная городская ярмарка? Да мы вместе росли. То есть, по сути, большего и качественного отношения к обычным ИПшникам я не видел. К слову, именно ИП раскручивали то, что мы видим сейчас. Но не было тогда сетевиков. И только ИП, работая своими руками, грузя себя товарами, сделали то, что у нас сегодня есть. Теперь о рыбе. С рыбой, конечно, сложно. Это тебе не шубы из лучшего Китая. Ее еще и привезти надо в заморозке, а еще и вырастить, чтобы браконьеры не выкрутили. Так вот и есть такая рыбка здесь, в золотой рыбке. Хорошую рыбку-то берете, да? Это палтус. Палтус? Да, она очень живет. Палтусовая колбаса. Вау. Палтусовая комбала. Белобрюхая. Вот тут как, представляете, да? Три рыбы. Вкусно будет? Да, посолим, попробуем. Посолите, попробуйте, будет вкусно, да? Да. Отлично. Отлично. 638. Отлично. А вы вот по карпу? Смотрим сейчас. Смотрите, да? Вот что за это белый амур? Белый амур это... Белый амур, это семейство карпо. Карпо, да, вот. Вкусное, сочное, насыщенное мясо. Косочка какая? Косочка там много? Столько же, сколько в карпе. То есть, как бы не сильно много. А почему вы сюда приходите? Вы сюда часто приходите, нет? Или просто решили представить? Нет, нет. Первый раз, да? Так за хотели, либо в теории. Котель на духовку готовить. Сейчас нам сказали, чтобы лучше свежий мясо готовить. Вот возьмите. Живой, пожалуйста. Вот это будете просто обалдеть. Я серьезно говорю. В духовке, да? Да. Конечно. Прямо в духовке будет. Он еще свежий, видишь? Он живой. Сколько стоит? 210 рублей килограмм. 210 килограмм. Вот так вот. Вот примерно вот это сколько? Сейчас, сейчас, сейчас померим. Сейчас не будем, брата. Вот завтра будет. Завтра, да? Все, хорошо. Это слово о том, что мы говорим. Вот свежая рыба. 3-5 килограмм. Я считаю, что нормально будет. Вот. Это рыба, только что выловленная. Не верите? Не буду показывать даже. Да-да. Вот видно, чтобы она сейчас вот... О-о-о, вот видите, да, что все пьерно. А теперь о других вещах. Это с другой стороны. Это для тех, кто хочет вообще такие. То есть, я не против поесть спокойненько нашей... Нет, сейчас мы с мастером разговариваем, кто духовку готовит. Да-да-да. Он говорит, что без заморожения не надо на духовку. Да, нет, это вы не... Да-да-да. Вот, то есть, его, говорит, болча, головной болт. А свежий, говорит, вот определитесь, что-то что-то... Ну, уже есть. Уже, кроме вот этой карты, вот этой... Других вот мамельки, да, караси, я других живого не видел. А есть. Нет, вот это... Хорошо, что есть. Это тоже здесь, да, давайте. Это здесь, это здесь, это здесь, это здесь, это здесь. Вот это да. Это специальные места, да? Это Астраханская область. С Астрахани везут, да. Я люблю Советский Союз, и ведь ничего не поменялось. Все моря и океаны остались, остались озера. Но меняется качественный подход. Зачем все продавать за бугор? Мы с вами про ценники поговорим. И по сути, средиземноморская диета есть в золотой рыбке. Как и японская. Так живите дольше. К слову о том, что урожай только одного Атлантического океана в год на 20 тысяч процентов превышает то, что весь мир выращивает. Вот что вам брать-то надо. С такими реально нормальными ценами вы жить будете дольше. Не знаете, а я расскажу. Птица отрабатывает себя за год. Свинья за два. Вся химия к вам, любимые мои. А здесь нет химии. Нет и все. Мы будем говорить о нашей замечательной цене. Почему вам необходимо сюда прийти? Во-первых, вы здесь покупаете рыбу из океанов. К сожалению, мы находимся где? То есть от нас, да, даже до моря немножко далековато. Ну, если честно, по прямой, ну, в принципе, тысяча километров уже Каспийское море, да. 1500, если по прямой. Это получается Черное море. Вот, а вот до остальных морей как-то далековато, если честно. Но, тем не менее, Россия это все-таки страна, имеющая, естественно, моря и океаны. Да-да-да-да-да-да-да. И в этих морях и океанах есть та самая замечательная рыбка. Та самая замечательная рыбка с той самой замечательной ядированной ссорью. Не знали, что ли? Ага, вот так-то. А вы ее не кушайте. Кстати, зря. К слову о том, что если мы будем даже брать рыбу, вот возьмем минтай, вот такой. Ну, красавичный, большущий минтай. Он стоит 158 рублей. Да. Что-то как-то чуть-чуть дороже стоит у нас. Даже свининка. А если мы берем подлещичек, он вообще 65 рублей стоит. Сколько на 300 рублей вы можете набрать у подлещичка? Очень много. А, можно еще и карася взять. Ну, и мелочь тоже, почему нет? Ну, и все остальное. То есть, мы не говорим о каких-то космических ценах. Я вообще о чем говорю? То есть, если говорить все, что здесь, ну, максимум, максимум, это семга или кижуч. Дальневосточные. То есть, вот они примерно как цена говядины. Но, о сроках приготовления. То есть, в принципе, вы можете ее посолить. Это чуть-чуть дольше будет. Хотя, если немножко так порезать, немножко так, это будет еще быстрее просолка. Вы можете ее просто запечь. Это вообще очень быстро. Рыба запекается еще интереснее. А вы можете из нее сделать и уху. Очень вкусная штука. Так вот, все это в разы быстрее, чем вы можете сделать из свинины и говядины. Потому как я так же готовлю. Я прекрасно знаю, насколько это тратится мое время. Тратится время очень долгое. Потому что я минимум 4 часа занимаюсь приготовлением пищи. Скажите, пожалуйста, а почему вы решили здесь брать себе рыбочку? Здесь свежая, подешевле. А почему вам эта рыбка-то нравится? Потому что она очень вкусная. Вкусная, да? Да. А по цене, если вам будет говорить, с килограммом мяса всяко дешевле эту рыбу купить, правильно? Килограмм мяса 350 рублей стоит. Дороже. Я про то и говорю, да. А рыбка-то вкуснее, да? Конечно. Какой-то вкусной выглядит. Но все равно вкусно же, да? Вкусно. То есть можно спокойненько и зимой покушать рыбки грамотно. Скажите, пожалуйста, почему вы минтая берете? Я бы, наверное, все-таки взял бы себе говядинку. Но минтая-то вкуснее. Да. А ценники здесь как? Вам нравится? Да. Всегда я их покупаю. Вот то, что нужно нам. Я не знаю как, но в Советском Союзе было всего 4 вида колбасы. Качественное и дорогое пурило с цацой. Лучшее молоко, чем это не жизнь-то. Так живет Куба, да еще и как она живет. Но по сути сетевики все запомнили. И честно, я там не ем. Ем все то, что вырастил руками. А это не мои руки. Это руки Бога нашего. Мы тут только зарыбливаем озера. Либо едем в океаны наши. И едим то, что дает нам Бог. Спасибо ему огромное. И немного о золотой рыбке. Свежая рыба раз. Только замороженная два. А вот вам то, что еще и солится, и маринуется, и коптится. А? Да, да, да. Меня, конечно, угощают. Я не будучи невеждой расскажу. Вся рыба на отличном уровне. К слову, залежалости нет. Не нужна она. Вы просто берете все. Потому что, во-первых, вкусно. Во-вторых, коптится и солится лучшими магнитогорскими коптильными. Здесь нету дымка растворимого. Только правильное копчение и отличная засолка. И немного далее. Я про отличные шашлыки и семги говорю. А еще и засолить можно. Вкус будет именно ваш. Теперь объясню, почему здесь все-таки интереснее покупать даже рыбу. Которую вам нарезают. Потому что здесь рыба берется. А вы думаете, что вот такая хорошая семга очень быстро приедет к вам из Чили, допустим. Я не буду говорить о других вещах. Потому что вот Чили против нас не имеет никаких отношений. То есть у нас с ней все в порядке. То есть берем обалденную рыбку-семгу. Чилищскую, естественно. Она, естественно, замороженная. И аккуратненько здесь ее режем. То бишь, эта рыба не перемораживается. Вы понимаете, о чем я говорю? А в других местах рыба размораживается. То есть тут слово разморозки полностью не существует в природе. Вы покупаете рыбу, сделанную и только для вас. Сколько она необходима? Хотите, вот столько возьмете. Это на хорошую компанию такую. Представляете? Можно и пилить. Это будет еще отличный шашлык из красной рыбы. К слову о том, что в этой рыбе используется все-все-все-все. И даже есть замечательная голова, из которой просто изумительная уха получается. А вы не пробовали. А попробуйте. Попробуйте и поймите. То бишь, чем мы и объясняем, почему вам необходимо прийти в золотую рыбку. Потому что здесь все делается для вас. Прямо для вас делается. Ничего нет размороженного. Все делается так, как вы хотите. Что вы хотите? Так давайте. ЦГЯ. Ярмарка Ермак. Восьмой павильон. А вы не знали? А я вам говорю. Так, чтобы днем. А где вы видели то? И чем чаще вы будете вкушать лучшую диету, основанную на морях, океанах и озерах, тем больше и качественнее жить ваша будет. Потому как цена на 90% рыбы дешевле, чем свинина в несколько раз. Я не говорю про говядину. Вы не знали? Так слушайте меня. Вот это да. Даже ничего сказать я не успел. Потому что машины ездят. Представляете, машины ездят где? Машины не ездят, не знаю. В зеленом рынке. Нет, машины ездят где? Да здесь не ездят. Центральная городская ярмарка. Павильон Ермак. Слово о том, что вот этот первый ряды, а за моей спиной именно... Сейчас, секундочку. Ну, давай, иди сюда, проезжай, пожалуйста. Сейчас, видите, машина проедет. Да ничего сложного. Потихонечку, ну, поехали, поехали. Выезжай спокойненько. Нам же пообщаться-то надо. Так, слово о том, есть ли у народа Магнитогорского деньги? Я скажу, что деньги есть. Видите, деньги есть. Люди с Башкирии сюда даже приезжают. Почему они приезжают сюда? Почему не зеленый рынок? Ну, в смысле, склады... Я не знаю, о чем идет речь. Ну, потому что здесь идет постоянная и оптовая торговля. Рыба, естественно. Рыба это очень вкусная штука. К слову о том, что в действительности, когда у нас сейчас пост, я бы советовал все-таки вкусить рыбку-то. Ну, вот опять. Мне опять приходится куда-то уходить. Ничего-ничего, мы пропустим. Неплохой такой движничок, да, идет? Что же здесь то? Здесь эта рыба и продается. Так что приходите и посмотрите, как она выглядит. И купите, естественно, потому что это дешевле, чем обыкновенная другая штука. А, мясо!